О, вы братья. Это хорошо. Так что вы исповедуете, христианство или какую религию? Да-да. Ты носишь крест, так что я узнал. Знаешь, некоторые люди носят его только для вида. Да, верно. Так вы религиозны, вы верите в христианство, идёте в церковь, верите в Библию, не так ли? Да. А ты тоже? Я стараюсь. Хорошо. Если я спрошу тебя, потому что, смотри, между исламом и христианством много общего. Да, поэтому мне интересно. Я расскажу тебе немного о сходствах. Библия – это мой ежедневник, я читаю его всё время. Но я никогда не читал Коран, и поэтому я даже не знаю, как с собой разговаривать. Да. Поэтому я хочу прочитать его. Да, абсолютно. Это очень важно для нас изучать религии разных людей, чтобы понять, от чего они исходят. Чтобы понять их точку зрения и чтобы понять их лучше, не так ли? Поэтому я тоже читаю Библию, чтобы лучше понять христиан, откуда они исходят и так далее. Так что есть много общего между исламом и христианством. Во-первых, мы верим во множество общих пророков – Авраам, Ной, Адам, Иисус, Моисей. Мы верим в общих пророков, верно? Во-вторых, мы верим в рождение Иисуса от непорочной девы. И мы верим, что Иисус родился чудесным образом. У Него не было Отца. Это то, во что верят мусульмане. Мы верим, что Он был пророком Бога и что Он Мессия. И мы верим, что Мария была праведной женщиной. Мы не верим, что она была пророчной женщиной, как говорят евреи, что она была прелюбодейкой и тому подобное. Мы не верим в это. Но мы верим, что она праведная женщина. И мы верим, что Бог посылал Писание разным народам. Бог посылал Писание евреям в определенное время. Откровение Бога. Да, в разное время разным народам. Так что до сих пор все это сходство между мусульманами и христианами верно. Коран с большим уважением говорит о Марии. К примеру, есть целая сура в Коране под названием Марьям, то есть Мария. И там описаны ее истории и история о рождении Иисуса. И в Коране даже есть некоторые чудеса Иисуса, которых нет в Библии. Например, мы верим, что Иисус говорил, когда Он был младенцем в колыбеле. Мы верим в это чудо, что Он буквально говорил. Но я скажу вам, почему это чудо имеет такой большой смысл. Вы знаете, почему это чудо имеет такой большой смысл? Потому что для еврейского народа существовал закон о прелюбодеянии. Вы знаете, какое наказание за прелюбодеяние в иудаизме? Это смерть. Забивание камнями до смерти. Это наказание за прелюбодеяние в Ветхом Завете. Поэтому, когда Мария родила и пришла с ребенком, как она могла доказать, что она не прелюбодейка? Только если ребенок заговорит. Да. Когда сам младенец Иисус заговорил чудесным образом, Он очистил честь своей матери и доказал, что она невинная, тем самым защитив свою мать от наказания. Но с христианской точки зрения, как я могу оправдать, что Мария не была наказана? Как это обосновать? Ведь нет логического объяснения. Потому что раньше они наказывали людей, которые совершили прелюбодеяние. Этого было не избежать. Если вы совершите прелюбодеяние, наказание – смерть. Так что это чудо, которое упоминается в Коране, не только воздает больше чести Иисусу, потому что произошло чудо, но также это имеет рациональный смысл, почему его мать не была наказана. И никто ничего с ней не сделал. Но также есть различия. Сейчас мы говорили о сходствах, а теперь поговорим о различиях. Вы ведь верите в Троицу? Да. И ты тоже, не так ли? Так что это и есть разница между мусульманами и христианами. Мусульмане говорят, что Троица – это концепция, которой нет в Библии. И мы говорим, что Троица пришла позже, спустя 400 лет после Иисуса. Мы говорим, если вы обратитесь к Ветховому Завету и посмотрите на пророков и посланников, никто из них не проповедовал Троицу. Авраам не проповедовал Троицу, Ной не проповедовал Троицу, Соломон, Давид. Никто из пророков Ветхого Завета не проповедовал Троицу, верно? Это то, что говорят мусульмане. Поэтому мы не согласны с этим. Мы говорим, что Бог только один. Не говорите, что Богов три в одном. И другое несогласие в том, что мы не верим, что кто-то умирает за чьи-либо грехи. Мы не верим, что Иисус умирал за чьи-либо грехи. Он вообще не умирал. Мы не верим, что Он умер. Это то, во что верим мы, мусульмане. Поэтому мы говорим... Извини, уточни этот момент. Вы не верите, что Он умер? Да, мы не верим, что Он умер. Мы верим, что Бог вознес Его. Вы ведь верите в Вознесение? Да, Он вознесся. Мы также верим в Вознесение. Но мы не верим, что перед этим Он умирал. В этом и есть разница. Потому что мы верим, что если ты посланник Бога, Бог защищает тебя. Кстати, Библия говорит то же самое. Если ты прочитаешь Псалтир, глава 90, стих 1, Матфей говорил, что она безусе. В этой песне говорится, что Бог защитит Иисуса. Вред не коснется Его, несчастья не подойдут к Нему, и ангелы будут смотреть и защищать Его. Это сказал Бог. Сохраню Его за искренность Его любви и поклонение Мне. Поэтому мы верим в это. Бог защитил Иисуса. Бог не позволил, чтобы Его посланник был раздет до гола и распят на кресте. Мы не верим в это. Я определенно не хотел бы, чтобы это произошло с тобой или со мной. Потому что это несправедливо. Если ты совершил зло, почему Иисус должен быть наказан за это? Если этот человек совершил зло, наказывать другого за это несправедливо. Если я тот, кто сделал зло, я должен нести ответственность. То есть это благо от Бога, которое мы не заслуживаем? Конечно, это несправедливо. Хорошо. Позволь мне объяснить ту часть, которую ты сказал. И скажи мне, что думаешь, ладно? Скажем, если я пойду и сделаю что-то плохое. Любой плохой поступок. Полиция приходит и задерживает тебя. И они хотят наказать тебя за преступление, которое совершил я. Да. И ты говоришь, нет, я не хочу быть наказанным. И я говорю тебе, это благо, брат мой. Ты должен быть наказан за то, что совершил я. Что бы ты сказал? Да, но это другое. Скажи мне, в чем разница? Потому что я не выбирал. Если бы я выбрал, это отличалось бы. Отлично. Так Иисус тоже не хотел умирать на кресте. Ведь поэтому он сказал, Матфей, глава 26. Он молился всю ночь, плача, и говорил, «Отец мой, пусть сменит меня чаша сия». Он не хотел умирать. Он плакал и молился о спасении. Но он ведь мог остановиться в любой момент. Нет, нет, подожди. Ты все еще должен доказать, что он Бог, правильно? Но это другая тема, верно? Потому что Библия не совсем ясна, что он Бог. Иисус никогда не утверждал в Библии, что он Бог, верно? Но я говорю, независимо от того, был ли он Богом или нет, он не хотел этого. А если он этого не хотел, это несправедливо возлагать на него наказание за кого-то другого. Это аргумент, который я приводил, не имеет ничего общего с тем, был ли он Богом или нет. Ты ведь согласен со мной, что несправедливо наказывать тебя за то, что сделал я? Ведь несправедливо говорить, что он должен быть наказан за меня. Полиция скажет тебе, «Нет, нет, друг мой, ты знаешь, что это так не работает. Это закон, ты совершил преступление. И ты тот, кто будет наказан за преступление». Вот что люди скажут мне, не так ли? Да. Кстати говоря, Библия говорит то же самое. Если ты прочитаешь Иезекииль, глава 18, стихи из 19 по 20, там говорится, «Душа согрешившая умрет, а сын не будет наказан за грехи своего отца, как и отец не понесет наказание за грехи своего сына. Доброта человека принадлежит только ему, как и зло принадлежит только злому». Что означает, этот стих противоречит этой идее, что вы перекладываете чьи-либо грехи на кого-то другого. Поэтому, если ты сделал что-то неправильное согласно Библии, ты сам должен нести ответственность. Поэтому мусульмане говорят, что эта идея жертвы была добавлена позже. Я не так хорошо знаю Библию, но эти стихи говорят про старые законы. Да, но это говорил Павел. Но это говорил Павел. Позволь мне задать тебе вопрос. Кто дал Павлу полномочия делать что-либо? Ведь Павел пришел спустя несколько лет после Иисуса. Знал ли ты это? «Даже у меня есть проблемы с Павлом». Да. И, кстати говоря, даже у апостолов были проблемы с Павлом. Если ты прочитаешь книгу Деяний, глава 17 и 21, они спорили с ним. Но я скажу больше. Он солгал им прямо в лицо. Потому что он сказал... «Был ли Павел упомянут в Коране?» «Прости». «Нет-нет, у нас нет ничего, чтобы говорил о том, что Павел был пророком». Но у нас есть проблемы с Павлом. Потому что он исказил все. Я согласен. Да. Кто он такой, чтобы делать подобное? Да, ты знаешь, почему он сделал это? Он сказал, «Я шел по дороге в Дамаск, и Иисус явился мне». Представь, если я скажу, «Я поехал в Теско, и мне явился Иисус». Он сказал, что Иисус явился ему. А потом якобы он сказал Павлу, «Делай то-то и то-то». И он сказал, что это доказательство. Но любой может сделать это. Любой может сказать, «Я шел по пути, и мне явился Иисус». И он дозволил мне делать то-то и то-то. Это не доказательство. Поэтому у нас проблема с Павлом. Особенно в Библии ясно, что он солгал. Он сказал, что вам больше не нужно следовать закону. Павел, когда пошел к евреям, он сказал евреям, что вам больше не нужно следовать закону. Да, на самом деле Иисус говорит, «Я пришел не для того, чтобы разрушить закон пророков, а чтобы исполнить их учения». А, отлично. Итак, это Матвей, то, что ты только что процитировал. Это самое важное. Матвей, глава 5, стих 17. Этот стих ставит все точки над «е». Иисус сказал, «Я пришел не для того, чтобы разрушить закон пророков, но чтобы исполнить их учения». Да, исполнить их. Затем Он сказал, «Ни одна, даже самая малая буква не исчезнет из закона, пока не исполнится все. И тот, кто нарушит, пусть даже самую малую из заповедей, будет считаться самым малым в Царстве Небесном». А затем Он закончил. «Ибо, говорю вам, если вы не произойдете законников и фарисеев, исполняя то, что требует Бог, то не войдете в Царство Небесное». Поэтому здесь Он четко указывает, что вам нужно следовать закону. Матфей, глава 5, стихи 17 по 20. Здесь Он делает четкое утверждение, что вы должны следовать законам. Но я не думаю, что Иисус верил, что фарисеи были праведниками. Да, абсолютно. Он сказал им, «О, могилы погибли». Ты знаешь, почему? Ты знаешь, почему? Потому что у них была проблема. У них были дела, но не было веры. Они совершали поступки, но у них не было правильных убеждений и правильной морали. Поэтому дела не спасли их. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Так что Иисус имел в виду, что вы не можете быть только как фарисеи. Вы должны превзойти их. Не просто дела. У вас также должна быть вера, правильно? И мы согласны с этим. Поэтому Ияков сказал, что вера без поступков мертва. Вы должны совершать поступки. Да, да, это абсолютно правильно. Поэтому на самом деле вам нужны оба. Они оба должны идти рука об руку. Это исламское учение. Это исламское учение, что они оба должны сочетаться друг с другом. Но позволь, спросить тебя, это идея троицы, идея о том, что Иисус является Богом. Где она в Библии? Откуда она взялась? Подумай об этом. Если ты прочитаешь Псалтир или Книгу Притчи, там упомянуто о мудрости. Мудрость того, что Бог преображается в теле человека. Ладно. Тогда как Святой Дух и Иешуа это грани того, кем является Яхве. Но ты знаешь, это как бы часть того, кем Он является. Ты знаешь, Бог не такой, как мы. Он намного более многомерное существо. Я согласен. Ведь Он создал абсолютно всё. Он за пределами того, что мы можем понять. Я полностью с тобой согласен. Здесь есть два момента. Первый пункт, который я бы сказал. Псалтир очень метафорический, а не буквальный. Например, некоторые стихи в Псалтире говорят о том, что Земля имеет четыре угла, что она плоская и всё такое. Да, верно. Но все христиане скажут, что это метафорически, верно? Но не все, конечно, но по этим вещам ведутся споры. Конечно. Некоторые люди, но даже те, которые полагают, что Земля плоская, не говорят, что у неё четыре слба и четыре угла. Похоже на планшет. Да-да. Даже они не согласятся с этим. Так что я говорю, что там упоминаются вещи, которые люди вынуждены сказать, что это метафорические значения, верно? Поэтому я бы сказал, что ссылка на мудрость там... Я бы лично сказал, что это метафорическое. Но есть второй момент, который я хочу сказать. Я полностью согласен с тобой, что Бог находится за пределами человеческого понимания. По сути, мы не можем полностью понять Бога в его сущности, верно? Но мое изначальное утверждение было, где он заявлял, что он троица. Если он действительно утверждал это в Библии, то я тогда скажу, ладно, хорошо, это имеет смысл. Бог сказал, что он троица, мы можем полностью понять это. Но сначала он должен заявить, что он триединый Бог. Ты понимаешь? Утверждение не было однозначное, как черно-белое. Но мы можем... Мы можем посмотреть на стихи. Дай мне, скажи мне, приблизительное значение. Он сказал, сотворим людей по нашему образу и подобию. Да, это Бытия 126, да-да. Он сказал, как будто он множественное число. Я могу сказать тебе, это не ведет к тому, что ты имеешь в виду. Я не говорю, что это абсолютное доказательство. Я объясню тебе, почему именно так было сказано. На самом деле, я постоянно ношу Библию с собой, но сегодня не взял. Нет-нет, без проблем. Не переживай. Можешь просто сказать приблизительное значение, я скажу тебе стих. Ладно. Так что это Бытия 126. Ты хотел сказать что-то? Я не знаю, правильно ли это, но Иисус сказал, чтобы они знали тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа посланного тобою. Да-да, это Иоанн на 17-3. Есть также много других стихов. И когда он умирал, он разве не говорил, чтобы оставить здесь Святой Дух? Он сказал, пусть минет меня чаши сия. Нет-нет, он имеет в виду, что после того, как Иисус уйдет отсюда, он отправит Утешителя Святого Духа. Да, это Иоанн 14 и 16, но там он не говорил, что отправит Святого Духа. Я вернусь к этому. Он сказал, придет параклит. На греческом это значит «Утешитель». Но я докажу тебе, почему здесь «Утешитель» не имеется в виду Святой Дух. Я утверждаю, что это не Святой Дух. Хорошо. Но до этого я хотел бы вернуться к стиху, прежде чем мы перейдем к этому. Я хотел сказать еще кое-что, прежде чем мы перейдем к этому. Был момент, о котором я говорил до этого. Да, о том, что утверждал ли Бог, что Он Троица или не утверждал. Да, Он сказал, мы сотворили. Да, Он сказал, во множественном числе. Ты привел Бытие 1.26, а затем мы перейдем ко второй части Иоанн 14 и 16. Что касается Бытия 1.26, на еврейте есть такая вещь под названием «Величественное множественное число». И даже в английском есть что-то подобное. На английском есть такая вещь, как «Королевское мы», когда королева говорит во множественном числе. Но королева – это одно лицо. Так что это величественный способ говорить. И он существует в семитских языках, на еврейте, арамейском и арабском. К примеру, в Коране используется термин «мы». Как Аллах говорит, мы создали небеса. Но ни один мусульманий на земле не верит, что у Бога много личностей. Он один. Так что это лингвистический способ. Но не подразумевает более одного. Почему? Потому что во Второзаконии 6.4 говорится «Шамай Израиль, Адонай Иллахим, Адонай Яхат». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Если вы посмотрите на начало Бытия, там сказано, что означает «барашид» в начале, «баро Иллахим». На самом деле, Иллахим может быть как во множественном, так и в единственном числе. Но слово «баро» показывает единственное число. Так что это лингвистическая вещь. Поэтому Бытия 1.21 или 1.26, ни один из этих цехов не показывает больше одного. Всё указывает только на одного. Поэтому ни один еврей не верит, что Бог больше, чем один. Никто из них не верит во множественных богов. Все они верят, что Бог всего один. А теперь перейдём к параклиту. Это в Иоанна 14.16. Он упоминается в двух местах правильно. Поэтому я говорю, что параклит в Иоанна 16 не является Святым Духом. Потому что там есть утверждение. Вы верите в Святого Духа? Или большинство христиан верят, что Святой Дух – это полный Бог, верно? Часть Тройцы. Одна из личностей Бога, верно? Нуждается ли Святой Дух в разрешении говорить? Нужно ли Богу разрешение говорить? Нет. Нет. Так что Утешитель, который придёт согласно стиху, он не будет говорить от себя. Ему нужно разрешение говорить. Он не может говорить от себя. Это первое. Да. Это первое. Разрешение. Там сказано, что он не будет говорить от себя. Он прославит меня. Открой Иоанна, глава 16, примерно стих 7. Я верю, что это стих 7. И спускайся дальше. Давай прочитаем Иоанна 16, потому что это интересно. Там есть два пункта. Да, я вспоминаю это, я помню. Ты изучаешь Библию? Я больше по Корану. Но я также изучаю Библию. Но в основном я изучаю Коран. Он не будет говорить сам от себя. Да. А только о том, что услышит. Да, это означает, что он не говорит по своей прихоти. Это означает, что он будет говорить то, что ему скажут. Верно? Кто-то сообщает ему, и потом он говорит. Так ты думаешь, что это Мухаммад? Я скажу тебе, почему. Это хорошо, что ты понимаешь, но я скажу тебе, почему. Для начала. Ты знаешь, что там используется слово «он» очень много, 7 или 8 раз. «Он будет», «Он придет», «Он», «Он», «Он». Там постоянно ссылается на него. Правильно? Вторая вещь, там говорится, когда я уйду, он придет. Но ты должен согласиться со мной, что Святой Дух уже был там. Да. Во время крещения, в чреве и так далее. Да. Он уже был там. Так что здесь не говорите о Духе. Потому что он сказал, когда я уйду, он даже говорил, я изгоняю бесов Духом Божьим, не так ли? То есть Дух всегда был с Иисусом, верно? Поэтому в этом стихе Иисус не говорил о Духе. Потому что он сказал, когда я уйду, Он придет. То есть Он придет. Это интерпретация. Ты можешь принимать ее или нет. Но мы говорим, что это может указывать на пророка Мухаммеда Мирьему. Я слышал подобное от других христианских сект. Таких, как парни, которые утверждают, что это пророк Мухаммед. Я слышал это. Ты знаешь, почему я говорю это? Знаешь, почему? Потому что в этом стихе используется термин Дух Истины. Дух Истины. Иисус сказал в Первом Послании Иоанна, в начале Иоанна, Голова 4, стих 1. Я верю в это. Он говорит, не каждому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли эти духи. Потому что много лжепророков вышло в мир. Поэтому Он утверждает, что пророки – это духи. А затем Он говорит о лжепророках и истинных пророках. Поэтому Он использует термин «Дух Истины» к истинным пророкам. Поэтому я утверждаю, что здесь, когда Он сказал «Дух Истины», эта терминология использовалась в Библии для пророков. Так что это имело бы смысл. Есть способ проверить, что это в Первом Послании Иоанна. Я думаю, глава третья. Давай перейдем. Третья или четвертая глава. Если это не третья, значит четвертая. Да, да. Четвертая. Да. Вот как вы можете распознать Духа Божьего. Всякий дух, признающий, что Иисус Христос пришел на землю в образе человеческом от Бога. Поэтому пророк Мохаммед признает Иисуса. Да. Поэтому я бы сказал, что Он в точности соответствует критериям. Правильно? Поэтому мы говорим, что есть очень хорошее указание для всех, кто ищет информацию о том, говорит ли Библия о пророке Мохаммеде или нет. Потому что люди, когда они пришли к Иоанну Крестителю, в Иоанна, глава 1, стих 21, они спросили Его, «Ты ли Мессия?» Да. Они спросили Его о трех людях. Они спросили, «Ты ли Мессия?» Он сказал «Нет». Затем они спросили, «Ты ли Илая или Илайджа?» Разные версии, верно? В конце они спросили, «Ты ли тот пророк?» Они искали трех людей. Мессию, которым был Иисус, и Лайю, которым был Иоанн Креститель, по мнению христиан. И они искали того пророка. «Кем был тот пророк?» «Тот пророк». Я бы сказал, что этот вопрос относится к пророку Мохаммеду, верно? Поэтому мусульмане говорят, «Смотрите, они ждали пророка». «То есть Мессия, Илайя и тот пророк?» Они спросили Его о трех людях, потому что они задавали эти отдельные вопросы. Некоторые люди скажут, «Но Мессия был пророком?» Но тогда они бы не задавали три отдельных вопроса. Они бы только сказали «Мессия» и «Илая». Они бы не добавляли пророка. Ты ведь понял? Поэтому они искали три разных человека. И они сказали, «Они искали Иисуса, они искали Иоанна Крестителя» и того пророка, верно?» Мог бы это быть Моисей, но они искали кого-то, кто придет в будущем. Моисей уже пришел к тому моменту. Но они говорят, что Иисус – это Илая. Они также говорят о Нем, когда Он… Что ты имеешь в виду? Даже сам Моисей сказал, что это будет пророк, который придет, который похож на него. Во Второзаконии 18.18. Так что Моисей не поможет тебе. Он даже больше говорил об этом пророке. Кстати говоря, если ты прочитаешь комментарии христианских комментаторов, они скажут, что пророк, на которого ссылается Иоанна 16, это и есть пророк Второзакония 18.18. Это то, что они говорят. Потому что Моисей сказал, что придет пророк, подобный мне. И это не был Иисус. Потому что Иисус не был подобен Моисею. Он не сражался на войнах, он не женился, он не переселялся. Но все это делал пророк Мохаммед Мириму. Иисус, он не был лидером своего народа. Все эти вещи, которые делал пророк Мохаммеда, в точности таким же, как Моисей, правильно? Поэтому, как ты видишь, есть очень веские основания того, что пророк Мохаммед упоминается в Библии. Это указывало на то, что он собирался прийти, правильно? Но возвращаясь к нашему главному пункту, к нашим главным отличиям, который заключается в идее того, что Иисус Бог. Я говорю, что если вы искренне прочитаете Библию, без каких-либо предупреждений, вы придете к заключению, что Иисус не является Богом. Это в Евангелии от Марка 13.32. Это стих, на который я ссылаюсь. Есть еще два стиха. Он говорит, никто не знает часа. Правильно, никто не знает того дня и часа. Да. Ни ангелы на небесах, ни сын, только отец. Так что Марк 13.32 устанавливает здесь одну вещь. Он говорит, что Иисус не знает. Если Иисус не знает, то для Бога невозможно чего-то не знать. Ведь по определению Бог всезнающий. Ты согласен? Ты не согласен? Я просто думаю, что... Знаешь, у нас есть эго. Да. И у нас есть разные типы себя, если будет угодно. Нет, говори, что думаешь. Я имею в виду... Знаешь, у нас есть подсознание и сознание, и, возможно, есть части тебя, которые ты даже не знаешь. Но все еще, если ты не знаешь что-то о себе, тогда у тебя также нет знаний. Это то же самое. Да, это правда. Ты все еще не можешь быть Богом. Смотри, наш мозг знает о существовании наших органов, но он не знает их расположения. Ну, ладно, я бы не сказал, что наш мозг знает, потому что ты придаешь мозгу антропоморфные качества. Ты как бы даешь своего рода отдельное сознание мозгу, хотя он сам является твоим сознанием. Ты понимаешь, что я говорю? Да. Так что, возвращаясь к нашему разговору, это не единственная наша проблема. Например, есть кто-либо более великий, чем Бог? Есть ли кто-то более великий, чем Бог? Бог является величайшим по определению. Но Иисус сказал, мой отец более велик, чем я. Как он может говорить это, когда они являются одной и той же сущностью в равных пропорциях? Как он мог сказать это? А затем он сказал, мой отец больше всех, что является атрибутом Бога. Поэтому мы говорим, что отец, которого называют отцом в Библии, это то, что мы называем Богом. Да. Когда Библия использует слово «отец», это истинное описание Бога. Но Иисус – это кто-то посланный Богом. И Иисус сам говорил, что у него есть Бог. То есть он просто пророк, а не сын? Да. Поэтому мы говорим… Например, Иисус говорит о себе, что он пророк. В Марке, глава 6, стих 4. Или, например, в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 11. Люди называли его пророком. В Евангелии от Марка 6, 4 он называет себя пророком, который находится в его родном городе. Да, он сказал, не бывает пророка без чести, разве только в своем родном городе, среди своих в своем доме. Ты хорошо знаешь Библию. Я бы хотел, чтобы она была со мной, я всегда ношу ее с собой. Да, все в порядке. Мы одинаковые, книга постоянно со мной. Да, нет проблем. Так что, да. Здесь ясно, что Иисус утверждает, что он пророк. И ясно, что Иисус поклоняется Богу. Но Бог не поклоняется никому, но Ему поклоняются. Когда Иисус падал вниз и молился всю ночь, как Бог может молиться кому-либо? Бог — это тот, кому мы поклоняемся. Вы понимаете? Поэтому мы говорим, что все эти стихи ясно показывают нам, что Иисус был тем, кто подчинялся Отцу. Он сидел справа от Него. Да, и в Библии Он был назван слугой. Да, да. Его называли слугой, правильно? И Библия говорит, тот, кто был послан, меньше того, кто послал. Правильно? Иисус сказал, «Я был послан Отцом», что означает, что Отец больше Него. Он посылает Его. Значит, Он подчиненный, и Он слуга. Он не знает всего, правильно? И Он сказал, Отец больше всех. Как я могу после всего этого утверждать, что Он Бог? Рационально. Как я могу это сделать? Ты ведь понял суть? Да, я понял. И до сих пор мы говорим о Библии, правильно? Так что Библия лишь поддерживает наше убеждение. Знаешь, Ислам сказал определенные вещи об Иисусе. Я сказал себе, «Давай посмотрим, что Библия сказала Иисусе, чтобы понять, откуда исходят христиане». Я был удивлен, что Библия больше поддерживает исламское повествование, чем любой другой текст, который я читал. Я думаю, что это имеет смысл, что Иисус не был Богом. Но имеет больше смысла, что Он умер за наши грехи. Но это еще один пункт, с которым мы не согласны. Потому что, как я сказал тебе, это несправедливо по своей сути. Потому что если Он посланник Бога, это несправедливо для Бога наказывать кого-то, кто не сделал ничего плохого за грехи других людей, правильно? Знаешь, в Коране есть кое-что интересное. Там говорится, что людям показалось, что Иисус был распят. Поэтому история запишет, чтобы Иисус был распят. В исламе есть несколько версий. Некоторые ученые говорят, что это был кто-то другой, кто выглядел как Иисус, и Он был распят. И есть другие версии. Но суть в том, что люди верят, что Иисус был распят. Но мы говорим, Бог защитил Своего посланника. Я уже приводил тебе Псалтир, 91. И я сказал, что Матфей говорил, что это об Иисусе. Там написано, вред не коснется Его, несчастья не подойдут к Нему, и ангелы будут смотреть и защищать Его. И сказал Бог, сохраню Его за искренностью Его любви и поклонение Мне. А это значит, не имеет смысла говорить, что Он был распят, и в то же время говорить, что Бог защитит Его, и Он не будет ранен. Это ведь имеет смысл? Поэтому мы говорим, что люди верили, что Иисус умер. Бог вознес Иисуса. Поэтому Бог спас Его, подняв Его правильно. И мы также верим во Второе пришествие. Я забыл упомянуть это. Да, верно. А затем Он умрет, как обычный человек. И мы верим, что Он умрет, как человек. Он был спасен Богом от людей, и Бог не позволил им убить Его посланника. И теперь это имело бы смысл, потому что на протяжении всего времени Бог посылал заповеди. И Он говорил людям следовать заповедям. Это не так, что Бог вдруг сказал, «Вы знаете, эти люди не следуют заповедям, поэтому я пошлю своего сына». Но Он все время посылал откровения на протяжении веков. Он посылал послания во времена Ноя, во времена Моисея, и пророка Мухаммада то же самое. Он посылал заповеди. И мы говорим, происходило одно и то же. Но единственное отклонение среди них – это то, что произошло после Иисуса. Кто-то сказал, «Нет, нет, Иисус умер за ваши грехи. Теперь позвольте мне спросить вас, разве справедливо для меня родиться во времена Моисея?» И Моисей говорит мне, «Смотри, братан, есть 613 законов, которым ты должен следовать. И между тобой, который родился сейчас, Иисус говорит тебе, «Просто поверив в меня, и ты войдешь в рай». Знаешь, это фаворитизм. Это концепт, который не имеет никакого смысла. Бог как бы просто играетесь с людьми. С тобой все в порядке, ты можешь войти, а ты не в порядке, ты не войдешь. Это несправедливо. Кстати, на самом деле, Бог говорит в Библии, что у него нет фаворитов. Да, так что это должно быть одно и то же испытание для всех. Должны быть те же законы, которые были посланы Аврааму, Моисею, Давиду и Мухаммаду, мир им всем. Иисус, мир ему, не говорил, что он был послан всем. Он сказал, что он был послан только для заблудших овцев народа Израиля. Да, он сказал, что первоначально я пришел для евреев. Нет, нет. Он сказал, что я пришел только для евреев. Не первоначально, а только для евреев. Это Матфей, глава 15, стих 24. Это история Хананьянки. Да, женщина Хананьянка пришла к Иисусу и попросила его излечить ее дочь. И он проигнорировал ее. И ученики умоляли его. И тогда он сказал, что я пришел только для заблудших овцев народа Израиля. А затем он сказал ей, неправильно это отнимать еду у детей и бросать собакам. Затем она сказала, что даже собаки поедают крохи, упавшие с хозяйского стола. Затем это продолжалось в таком же духе, верно? Так что это было учение Иисуса. Он сказал, что он не был послан всем, но только евреям. И даже его ученики, в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 5, я верю. Он сказал 12 ученикам, не ходите ни в какие самаритянские города, и ни к каким другим народам, а едите их заблудшим овцам народа Израиля. Но есть стих, который скажут некоторые христиане. Да, я как бы говорю с точки зрения христиан. Некоторые христиане скажут, что Иисус сказал великое поручение крестить его имя Отца, Сына и Святого Духа. Да. Это то, что они бы сказали, хорошо? Но я бы сказал, что ученые заявили, что эти стихи вставка. Я скажу вам, почему. Хорошо. Я скажу вам, почему эта вставка. Ослушались бы ученики Иисуса. Ослушались бы они Его. Ну, они сделали это. Но хотя бы не все они. Как они могли ослушаться Его? Да, могли. Где? Когда Он сказал им не спать. Нет, нет, я объясню тебе, почему это не имеет смысл. Все они ослушались Его прекращения. Если Иисус сказал им, что крестить нужно таким способом, крестили бы они все другим способом. Имеет ли это смысл? Нет. Правильно, это не имеет смысла. Ведь Иисус сказал им крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но все они крестили по-другому. Это не имеет рационального смысла, не так ли? Да. Поэтому нет ни одного ученика, который крестил бы во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но все они делали это во имя Иисуса. Все они. Посмотрите на всю Библию. Я бросаю вам вызов. Вы не найдете ни одного ученика, который бы крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что показывает нам? Да, я думаю. Правильно размышляй. Поэтому я говорю вам, это доказательство того, почему некоторые ученые сказали, что этот стих не может быть правдой. Потому что если бы это было правдой, все бы они ходили и крестили бы во имя Отца, Сына и Святого Духа. Потому что Иисус сказал им делать так правильно. Поэтому не имеет смысла, что никто из них никогда не крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа, правильно? Поэтому, возвращаясь к тому, что мы говорили, Иисус сказал, что Он послан только к заблудшим овцам народа Израиля. И это то, во что верят мусульмане. Аллах говорит в Коране, «Мы отправили тебя посланникам к детям Израиля». Поэтому Аллах конкретно сказал, что Он был послан к детям Израиля, а не всему миру, верно? Так что это единственная разница между ним и пророком Мухаммадом и другими посланниками. В прошлом Аллах послал посланников ко всем народам. А в конце Аллах послал последнего и заключительного посланника. Потому что после него наступит век коммуникаций. И будет легко донести это послание всем. Но в прошлом для одного посланника было невозможно объехать весь земной шар, чтобы донести одно послание правильно. Но сегодня это имело бы смысл. Это имеет смысл для Аллаха пославать последнего посланника для всех, правильно? Так что это исламское представление. Есть один творец, и он не похож на своих творений. У него нет детей. Мы не верим в идею детей Божьих. Это еще одна вещь, которую я хотел сказать. Потому что это совсем другое. Да-да, потому что, смотри, идея сына использовалась в Библии в метафорическом смысле. Там говорится, благословлены миротворцы, ибо мы будем называться сынами Божьего имя. Да, сыновья Божьи. Да. Нет, сыны Божьи, то есть ангелы. Да, также ангелы. Да. Это выражение также было использовано для ангелов. И это выражение было использовано для конкретных людей, таких как Адам. И Давид даже был назван как рожденный сын Божий. В Псалтире, глава 2, стих 7. Потому что некоторые люди говорят, что Иисус был единственным единородным сыном Божьим. Нет-нет, прочитайте Библию. Псалтир, глава 2, стих 7. Господь сказал Давиду, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это то, что сказано в Псалтире, глава 2, стих 7. Так что мы говорим, что эта идея сына Божьего метафорическая, потому что сын – это либо биологический, либо метафорический, либо усыновленный. Да. И определенно он не был биологическим. Бог не был в животе беременной женщины в течение 9 месяцев, верно? И это не было усыновление. Ведь Бог не говорил, что я усыновил Иисуса, верно? Так что это определенно был метафорический смысл, когда вы говорите, что Иисус – сын Бога. Поэтому мы говорим, что сын – это тот, о ком заботится Бог. Это ведь имеет смысл? Ты ведь веришь в чудесное рождение Иисуса? Да, мы верим. Тогда кто является отцом? Хорошо, отлично. Коран отвечает на этот вопрос. Это очень интересно. Коран говорит, что пример Иисуса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему «Будь, и тот возник». Почему Аллах говорит это? Аллах говорит это, обращаясь к людям. Если вы думаете, что Иисус особенный, потому что у него не было отца, то у Адама не было ни матери, ни отца. Поэтому если вы поклоняетесь Иисусу, делая его Богом, потому что у него не было отца, то тот, кто более достоин поглонения – это именно Адам. У него не было ни отца, ни матери. Так что это чудо, что Бог создал Адама таким образом. Это также чудо для такого пророка, как Адам, что Бог создал Иисуса без отца. Это ведь имеет смысл? И не только это. И еще Библия говорит о Мельхиседике. У него нет ни родословной, ни матери, ни отца, ни начала, ни конца. Библия очень таинственно говорит о нем. Да-да, у него нет описания. Да, это человек, которого зовут Мельхиседик. Он жил во времена Авраама. Он был высшим священником. Да, Библия называет его священником. И она говорит, что у него не было ни родословной, ни матери, ни отца, ни конца дней, ни начала времен. Это очень абстрактно. Это похоже на Святого Духа. Нет никакого объяснения. Это определенно не Святый Дух. О нем никому не известно, насколько я знаю. Суть в том, что мы говорим... Да, Мельхиседик, он упоминается в седьмой главе Исхода. Я думаю, нет, это послание к Евреям, глава 7. О нем упоминается в седьмой главе. Поэтому, возвращаясь к тому, что мы говорили, я привел вам пример Адама и Мельхиседика. Так что, даже если ты родился чудесным образом, это не делает тебя Богом. Это чудо уникально для тебя. Как у Моисея были уникальные чудеса. Прости, извини. Я имел в виду Сын Божий. Это то, о чем я спрашивал. Да, если ты имеешь в виду Сын Божий метафорически, то есть то, о ком заботится Бог, то нет проблем. Но почему мы говорим, не используя этот термин? Мы говорим, не используя этот термин, потому что сегодня это вызывает путаницу. Люди думают, что буквально у Бога есть Сын и тому подобное. Поэтому Ислам учит нас не использовать этот термин. И на самом деле Коран говорит, что это что-то вроде оскорбления Бога. Потому что Творец, если вы говорите, что у него есть Сын, это значит, что он нуждается в чем-то. Потому что смотри, почему тебе нужен Сын? Потому что либо ты нуждаешься в любви, или нуждаешься в защите, когда ты постареешь, или для того, чтобы он унаследовал твое наследство, или чтобы он помнил о тебе, когда ты умрешь. Все это слабости. Это единственная причина, по которой люди действительно заводят детей. Или чтобы исполнить цели. Какие, к примеру? То есть то, что вы не можете делать самостоятельно, они делают от вашего имени. Это все равно слабость. Да. Поэтому мы говорим, что Бог не нуждается в детях. Ему не нужны дочери и тому подобное. Потому что он всесилен, верно? Поэтому, когда вы говорите, что у него есть Сын, это своего рода унижение уровня Бога. Поэтому Аллах говорит, причист он и далек от того, что у него был Сын. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Так что это исламская точка зрения касательно этого вопроса. И как я сказал вам, если вы свяжете Библию и Коран, вы увидите, что они соответствуют. Если бы вы попытались прочитать Библию с точки зрения того, что Иисус был пророком и посланником, посланным Творцом, вы бы увидели большое соответствие. И также пророк Мухаммед. Я сказал, что если вы прочитаете эти стихи, которые мы процитировали, вы увидите, что там явно говорится о нем. И что он придет в будущем, правильно? Так что значит быть мусульманином? Это верить во всех посланников Бога, которых мы упомянули, включая пророку Мухаммеда. Не верить, что у Бога есть дочери или сыновья. И следовать учением посланника посланного вам. Точно так же, как люди должны были следовать за Моисеем во времена Моисея, и следовать за Иисусом во времена Иисуса. Это не означает оставить Иисуса. Также вы должны следовать за пророком Мухаммедом, так как это его время. Поэтому это то, к чему мы призываем вас. Следовать за последним посланником пророка Мухаммеда, мир ему. Это не значит оставить Иисуса позади, потому что, чтобы быть мусульманином, вы обязаны верить в Иисуса. Если вы не верите в Иисуса, вы не мусульманин. Вы должны верить во Второе пришествие, вы должны верить в Его чудесное рождение. Да. Ты хотел сказать что-то? Да, это о Втором пришествии. У тебя есть Христос, и у тебя есть Мухаммед. Да. Но почему Христос единственный, кто противостоит Антихристу в конце времен? Мы не говорим, что он единственный. Мы просто говорим, что Аллах избрал его. Я думал, что ты сказал это. О, нет-нет, мы не говорим, что он единственный, но он будет противостоять Антихристу. Но мы не говорим, что он единственный, мы говорим, что у Аллаха есть миссия для него. Есть две причины прихода Иисуса в будущем. Первая, чтобы показать людям, что он не Бог. Потому что сегодня есть миллиарды людей, миллиарды людей, они поклоняются Ему, правильно? То есть Он придет, чтобы прояснить этот момент, что Он не Бог? Да, Он сделает это. Согласно исламу, Он сломает крест и убьет свиньё, чтобы показать людям, что вы были и должны следовать законам. И Я говорил вам следовать за Отцом, а не поклоняться Мне, поклоняться только одному Отцу. И это было учением Иисуса. «Отче нас, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да исполнится воля Твоя». Всё только об Отце, ничего не сказано о Сыне. Так что Иисус вернётся, чтобы разъяснить этот момент людям. А во-вторых, чтобы убить антихриста. У него две цели. Вот почему он вернётся во второй раз. Так кто такой антихрист в исламе? Это шайтан или кто? Нет, шайтан и антихрист — это разные существа. Антихрист — это человек, он жил очень много лет. И он был заточен в определённом месте до тех пор, пока Аллах не позволит ему выйти. Да, мы верим в то же самое, что он заперт в определённом месте, по крайней мере, тысячи лет. Да, мы верим в то же самое, насчёт антихриста. Это наша вера. Это было упомянуто в хадисе Тамима-дарья. Он был одним из подвижников пророка. Однажды, когда они были в море на корабле, они попали в шторм и заблудились. А затем они прибыли к острову, и они встретили антихриста, заточённого на острове. И антихрист спросил их о пророке Мухаммаде и о пророках. Пришёл ли последний пророк, произошли ли такие-то события и тому подобное. Затем он сказал им, когда придёт время, я буду освобождён от своих оков. Когда настанет время, антихрист придёт, правильно? И тогда у Иисуса будет миссия противостоять антихристу. И он вернётся во второй раз. А затем он будет жить как человек, и он умрёт как человек. И он подтвердит, что пророк Мухаммад также является посланником. Так что все эти вещи являются дополнительными моментами. Но я скажу тебе кое-что интересное. Библия намекает на что-то схожее. Если ты прочитаешь Матфея, глава 7, стих 21-22, там говорится, что многие люди будут говорить Иисусу в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Да-да, затем он скажет им, «Я никогда не знал вас». Да, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Во имя Иисуса они изгоняли бесов. Да, точно. Но смотри, здесь есть очень важная вещь. Что они делали? Они назвали его «Господи, Господи». Его именем творили чудеса. Да. Его именем изгоняли бесов. Да. Всё это хорошие вещи, согласно христианам сегодня. Да-да. Почему он назвал их беззаконниками и велел отойти от него? Да, это то, что меня пугает в Библии. Я постоянно читаю этот стих. Разве не логично, что здесь он говорит, что он никакой не Господь? Он говорит в конце предыдущего стиха, «Не войдёт в Царство Небесное, кто говорит, что я Бог, а лишь тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного». И вы должны соблюдать законы. То есть вы должны соблюдать законы. Поэтому его проблема с тобой в том, что ты сосредоточился на Нём, вместо того, чтобы сосредоточиться на Боге. Ты назвал Его Господом, вместо того, чтобы сосредоточиться на Боге. И ты оставил законы. Кто это сказал? Это сказал Иисус, Он говорит тебе. Ты придёшь ко мне в тот день и скажешь, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили». Тогда Он скажет, «Уйдите от Меня, я никогда не знал вас, вы беззаконники». Поэтому у Него были проблемы с людьми. Потому что люди не прославляли Отца, о котором мы только что говорили, который является Создателем, верно? Вместо этого они поклонялись Иисусу, вместо того, чтобы поклоняться Отцу. Если ты пойдёшь в церковь, всё только об Иисусе, да, поэтому всё конкретно об Иисусе, и ничего об Отце. Нет, не обязательно. Хорошо, я не знаю всего, ты можешь поправить меня. Извини, я думаю, они говорят, он путь. Да, Иисус — это путь к Отцу. Да, я думаю, они используют этот стих, чтобы сказать, Иисус — это путь к Отцу. Иоанн 14, 6. Да, мы согласны с этим, мы верим в это. Потому что вы знаете, потому что вы не можете узнать Творца, вы не можете узнать Творца. Брат, ты можешь дать Ему немного места? Мы говорим, что Иисус был путём к Богу в своё время. Как я могу познать Бога без Иисуса в его время? Как я могу познать Бога без Моисея? Был ли Моисей в его время путём к Богу? Он также был путём. Как вы можете узнать Бога без Моисея? Моисей расскажет вам мучения, он расскажет вам о Боге и обо всём. И как вы можете сегодня добраться до Бога? Только Мухаммад. Мы говорим, что вы можете прийти к Богу только через Мухаммада, а да благословит его Аллах и приветствует. Тебе нужен посланник твоего времени, чтобы добраться до Бога. Поэтому мы говорим, поэтому мусульмане верят, что если вы не последуете за Пророком Мухаммадом, если вы не уверуете в Пророка Мухаммада, вы будете наказаны в загробной жизни, и вы не попадёте в рай. Так что нужно для этого? Насчёт Пророка Мухаммада? Да. Есть много вещей, которые Пророк Мухаммад упомянул. Первое, он сказал, что он последний и заключительный посланник. Так что он печать посланников. После каждого посланника были и другие посланники, но он последний и печать Пророков и посланников. И затем есть другие учения, которые Пророк Мухаммад сказал нам. Он упомянул пять вещей, которые были уникальны для него. Например, он сказал, что для него вся земля была сделана на место молитвы, чтобы мусульмане могли молиться где угодно до тех пор, пока место чистое. Но христиане молятся конкретно в церкви или синагоге, правильно? Но мы не только в церкви. Но да, я понял это. Ты хочешь знать, почему пророк Мухаммад уникальный, или что? Нет, нет, он говорит о разнице между пророком Мухаммадом и другими посланниками. Почему он был частью истории? Да, я объяснил это, что после него будет эпоха коммуникации, и будет легко распространять послание всем. Поэтому он последний и окончательный посланник, избранный Аллахом. Он был послан для всех. Это еще одна, вторая вещь, которую я упомянул тебе правильно. И он был отправлен всем, не только для конкретной местности или нации. Так что все эти вещи, о которых пророк Мухаммад сказал нам, были уникальны для него. И они не были созданы для других посланников Бога. Но Коран учит нас, что мы должны верить во всех них. Мы не можем приходить и выбирать, правильно? И пророк Мухаммад сказал нам, «Нельзя сравнивать в унизительном смысле между посланниками». Да, не говори «я лучше». Да, он сказал «не говори, что я лучше Йонны». Почему он так сказал? Потому что люди дерутся, сравнивая «о, он лучше, чем он», «нет, он лучше, чем этот». И тогда возникают проблемы. Поэтому пророк учил нас не делать этого правильно, чтобы не соперничать в плохом смысле, сравнивая между посланниками. Поэтому смотри, мы говорим, он посланник. Его работа состоит в том, чтобы передать послание. Я должен сосредоточиться на Боге. По этой причине самая большая претензия мусульмана по отношению к другим религиям и верованиям в том, что все они не сосредотачиваются на Боге, но они сосредотачиваются на людях или других вещах. Сосредотачиваются на Иисусе, сосредотачиваются на Будде, сосредотачиваются на странах, как, например, Индия. И называют индуизм. На культуре. Да, сосредотачиваются на всем, кроме Бога. Все, кроме Бога. В исламе первое и последнее, на чем вы должны сосредоточиться, это Бог. Мусульманин означает «подчинившийся Творцу». Мусульманин – значит «подчинивший свою волю напрямую Богу». Правильно? Аллах говорит, если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и я отвечаю, назов молящегося, когда он взывает ко мне. То есть Аллах говорит, обращайся напрямую, я рядом. Если ты приблизишься ко мне, то я приближусь к тебе. И он также говорит, мы ближе к нему, чем ерумная вина. Да, Аллах также говорит в Коране, что он ближе к нам, чем наша ерумная вина. Аллах говорит, что он ближе к вам, чем ваша ерумная вина. Правильно? Он настолько ближе к тебе, что все, что тебе нужно, проси. Аллах не нуждается в посреднике, чтобы спрашивать его, не занят ли сейчас Бог. Нет. Идите прямо к Богу. Это и есть послание ислама. Таухид – монотеизм. Есть один Создатель, поклоняйтесь только Ему, прославляйте только Его, просите помощи только Его. Не обращайтесь к никаким людям и даже к пророку Мухаммаду. Однажды человек сказал пророку Мухаммаду, он сказал ему, что Аллах пожелает, и ты пожелаешь. И пророк Мухаммад сказал ему, нет, не говори так, но говори, что Аллах пожелает, и только потом ты пожелаешь. Не ставь меня наравне с Богом. Брат, я могу спросить тебя, в чем разница между Богом христиан и Богом мусульман? Да, брат, все это время мы говорили об этой теме, не переживай. Но в исламе нет троицы, это и есть основная вещь в исламе. Нет-нет, я все им рассказал, я знаю. Я знаю, что ты пытаешься рассказать им. Могу я кое-что добавить, потому что я родился мусульманином, но когда я приехал в эту страну, я обнаружил разных мусульман и разные религии. Но в моей стране все являются мусульманами, и я даже врал своей семье, что я придерживался религиям, и что я постился, хотя я не постился. Но когда я приехал сюда, спустя два года, я начал задумываться, что в том, что я мусульманин, есть что-то. Потому что моя семья мусульмане, и в этом есть что-то. Но я не знал, что это, но я лишь хотел наслаждаться жизнью. Я прожил на протяжении двух лет, и я делал плохие вещи, которые противоречили моей религии, и это вредило мне. Но спустя два года я начал задумываться, какова цель моей жизни. И после того, как я начал размышлять о смысле жизни, я начал исследовать Творца, кем бы он ни был, который обладал этими идеальными качествами. И когда он дает мне его книгу, я должен быть потрясен, я должен быть поражен тем, что он сказал в его книге. И когда я прочитал первый ряд, я был очень удивлен. Я сказал «Вау». Я читал про буддизм, про атеизм, я читал об основах. Но когда я начал изучать ислам, это единственная религия, которую вы критикуете, но она шокирует вас. Что бы ты ни обнаружил, это шокирует тебя. Но ты должен понять, ты должен прислушаться к этому без какого-либо влияния других людей. Тебе нужно быть непредвзятым. У тебя не должно быть никаких негативных представлений о мусульманах или негативного опыта с ними. Эта книга, вы знаете, что Аллах говорит в первых аятах Корана. Это идеальная книга, в которой нет сомнений для вас. Это смысл аята. Я бросаю вам вызов принести что-то вроде этой книги. Я не хочу много говорить, вам нужно испытать это. Вот почему я пришел. Да, не слушайте меня, просто прочитайте и почувствуйте. Я не пришел, чтобы спорить с вами. Я скажу вам кое-что. Я скажу вам кое-что очень важное. Я хвалю вас за то, что у вас очень хорошие манеры. Потому что, знаете, у многих людей, к сожалению, нет даже желания слушать, правильно? Они бы не позволили тебе говорить. Потому что, знаешь, они чувствуют, будто они всю жизнь верили в христианство, а сейчас ты приводишь ему стихи из его книги, что может быть правдой. И тогда они сразу говорят «нет-нет», и сразу выходят на эмоции. И выходит слепая защита. На самом деле, мне было очень интересно. Я счастлив? Это хорошо. Смотри, я скажу тебе правду. Я разговаривал со многими людьми в своей жизни. Но я скажу тебе кое-что. Пока что ты самый сведущий христианин в христианстве, с которым я когда-либо говорил, касательно Библии. Касательно Библии, когда дело касается стихов. Я не говорю это, чтобы восхвалять тебя. Нет-нет, я понимаю. Я говорю это, потому что я вижу, что это правда. Когда я упоминаю стихи, ты действительно знаешь о них, большинство из них. Где этот стих, что он говорит. У тебя есть знания, что означает, что ты прилагаешь усилия, и что означает, что тебе будет легче понять, что я тебе говорю. Да, поэтому я хочу понять. Так что, как я уже сказал, мы приглашаем вас к исламу. Очевидно, что это наша работа. Мы приглашаем людей к исламу. Если это имеет смысл для вас, мы приветствуем вас. Стать мусульманином очень легко. Нужно засвидетельствовать, что есть один Творец, и нет никого подобного ему. Это то, о чем я говорил. И потом засвидетельствовать, что Пророк Мохаммед является посланником. Я приглашаю вас обоих сделать это, если вы хотите это сделать. И если у вас есть какие-либо другие вопросы ко мне, обращайтесь. Это Коран для тебя. Ты хочешь один для тебя? Да.